Доброе утро, коллеги! У нас сегодня в гостях Ирия и Алексей Донец. Отец Алексей, доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем говорить о Масленице и преддверии Великого Поста. Ну, а Масленичная неделя, она началась вчера. И насколько она важна перед Великим Постом? Сам Великий Пост — это духовное возрастание человека. И, конечно же, к этому возрастанию нужно подготовиться. Мы на этой неделе уже не вкушаем мясные продукты. Так мы готовим себя к вхождению в Великий Пост, когда мы откажемся и от других скоромных продуктов, таких как молочные, рыбу перестание вкушать. В Великим Пост несколько раз Церковь будет разрешать вкушение рыбных продуктов. В этот Великий Пост разрешается вкушение растительного масла, кроме среды и пятницы, и первой недели, и последней недели. Вкушение всевозможных морских гадов разрешается, когда разрешается вкушение растительного масла. Ну, что-то, что касается пищи. Но самое главное — подготовка к Великому Празднику Пасхи. В этот торжественный праздничный день Церковь будет ликовать о воскрешенном Христе. И чтобы праздник прочувствовать, конечно же, нужно самому пережить эту Пасху. Господь идет на свои вольные страдания, так и человек Великим Постом добровольно принимает на себя пост, молитву, добровольно отказывается от всевозможных привычек, которые мешают ему единению с Богом. Это единение должно произойти у каждого человека в свое время. Эта встреча человека с Богом здесь на земле должна преобразить человека, дать ему силы в его существовании здесь на земле. Ну, а масленичная неделя, она все-таки позволяет все кушать? Да, мы уже вкушаем все, ну, как я сказал, кроме мясных продуктов. Здесь всевозможные угощения. Люди за тысячелетия научились готовить всевозможные вкусные вещи. Вот, это и блины, это и всевозможные творожные продукты, это продукты из рыбы, конечно же, здесь каждый волен в своей фантазии. Много рецептов сейчас появилось, и каждая хозяйка может приготовить такое угощение для своих домашних и близких. Ну, а кто же все-таки может не соблюдать Великий Пост? То есть, это известно, дети продолжатся? Да, да, да. Пост подразумевает в себе смирение плоти. Это помогает возрастанию духовному, возрастанию духа над плотью. И поэтому, если человек находится в какой-то телесной немощи, то, конечно, для такого человека есть послабление в посту. Это и дети, это и больные, это и старики, это те, кто тяжело трудится, это военнослужащие, даже учителя, ученики, все они нуждаются в телесном поддержании. Конечно же, для них церковь разрешает послабление в посту. Ну, а в вашей семье, вот в Великий Пост есть любимое блюдо, которое вы готовите? Моя семья многочисленна, много детей, поэтому для них тоже есть послабление. Мы стараемся воздерживаться, конечно же, от сладкого, воздерживаться от просмотра мультиков, телепередач, чтобы как-то почувствовать это, ну, немножко смирить себя в каких-то привычках. Ну, и, конечно же, основные блюда, вот, у каждого свои. Кто-то любит борщи, кто-то постные пловы, кто-то картошку запеченную. Здесь у каждого свои предпочтения. Ну, конечно же, обвиняет то, что в эти дни церковь предлагает посещение храма, это долгие службы. Конечно же, детям в таких службах бывает тяжело, не всегда выстоят всю службу, но все-таки к этому нужно приучать ребенка с детства, чтобы впоследствии им было легче понимать, для чего и почему он постится. Вот это объяснение самого значения поста, объяснение значения самого праздника Пасхи, вот, как оно влияет на человека, как оно помогает человеку. Ведь грех, который совершил Адам, он разделил человека с Богом, разделил человека самим человеком и самим собой. И пост, истинный пост, это помогает единению с Богом, с человеком, с самим собой. Ну, а пост у нас заканчивается когда? И начинается тоже ведь праздник. Пост заканчивается, да, светлым праздником Пасхи, воскресенье Христовом. Мы подготавливаемся к этому великому дню, чтобы порадоваться воскресшему Христу, потому как и наши души посредством поста, молитвы воскреснут, воскреснут и преобразятся. Отец Алексеевич, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию этим утром. Коллеги, ну, а я передаю вам слово, и хорошего вам дня мы желаем. Большое спасибо, Тоня.